Какой он психотип, какой у него вообще способ восприятия информации, какая у него индивидуальность, кто он вообще такой, как мужчина, то есть, да, отдельный от меня, то есть, это же не такая же природа, как я, что вообще мужикам-то надо от нас, от женщин, да, и когда вы этого не знаете, вы делаете по наитию. Ну, вот как бы мне было бы приятно, если бы мне вот так вы сделали, он тоже человек, значит, ему тоже будет приятно. И вы вот по такому банальному, значит, образу, таким банальным образом с ним взаимодействуете. Но, если вы, например, лошадь, а у вас партнер кролик, то то, что нужно лошади, кролику не нужно. И если вы пытаетесь его кормить, значит, каким-то сеном, которым питаетесь сами, он, это сено, может, где-то будет есть, а где-то есть не будет. Но у него, он как бы со временем похудеет, исхудеет, облысеет, да, как бы это все эмоционально, не физически. У него будет такое, знаете, куи-куи-куи, куи-куи-куи, то есть, пока вы были там где-то, как сказать, влюблены, вы как-то где-то чувствовали чего-то, что-то как-то было нормально. Нам, знаете, нам все нормально, когда мы влюблены, и носки он классно ставит в углу, и, короче, прикольно так он это самое, рубашки свои разбрасывает, ой, ну и там, ой, забавно вообще, он там как-то меня называет и все остальное. Мы пускаем это все по бороде, потому что мы влюблены, там огромный гормон, этот коктейль гормонов, который там все кажется очень так невероятно, прямо, знаете, единорожный и все остальное. Но потом, когда эта вся пелена гормонов спадает, мы понимаем, что здесь совершенно другая личность и начинает все раздражать. И для того, чтобы вообще совпадать с любимыми людьми, либо с подругами, либо с коллегами, либо с мужчинами, нужно очень хорошо изучать партнера. Нужно очень хорошо понимать его потребности, мало того, что понимать, уметь их закрывать, мало того, чтобы закрывать, так закрывать на его языке, и мало того, что закрывать на его языке, да, не нужно обесценивать его какие-то просьбы и желания, то есть относительно его какой-то индивидуальности это все делать. Скажите мне, пожалуйста, вот честно, насколько вы понимаете мужчин, если вы находитесь в поиске, например, сейчас на стадии привлечения, либо у вас есть ваш мужчина, и давайте честно заглянем вот внутрь, от 1 до 10, как вы считаете, вы его знаете, понимаете и даете ему реально то, что ему нужно. Бьете точно в цель. От 1 до 10, оцените. Так, поехали. Четверочка, семерочка. Еще давайте. Три. Три, восемь. Шесть, думаю, шесть или восемь. Два. Вот, смотрите. А теперь вот вопросики к вам, особенно те, кто написали там меньше восьми. А остальное кто будет делать? Там двоечки, вот троечки. Остальное кто будет делать? Или вы сидите на пороховой бочке и думаете, ну как-то потерпит он. Ну раз уже как-то женился на мне, ну не пойдет добирать. Да пойдет. Пойдет. Это вы не пойдете, может. Женщина сложнее идет на измену, а он пойдет. Понимаете? Или уйдет, или еще что-то. Вон единичка. Смотрите, а это же все. Можно выучить, можно изучить. Вот, например, вы проходите курс 45 дней. По истечению 45 дней вы понимаете, кто ваш мужчина, что ему нужно и как это нужно ему давать. Вы не просто понимаете, а вы начинаете это применять с первых неделей, получать результаты. Знаете, в чем хранятся результаты? Как понять, что ты бьешь точно в цель? У тебя мужик довольный. У тебя мужик приносит тебе то, что он может принести. Деньги начинает давать. Какую-то помощь начинает давать. Размирай, какой психотип. Деньги какие-то. Может, помощь какую-то. Может, какой-то начинает слышать тебя лучше. Что-то хочет сделать для тебя. Как-то начинает проявляться в твою сторону, и ты понимаешь, что он доволен. Если у вас мужчина постоянно недоволен, постоянные у него претензии к вам, постоянно он делит с вами каждую чашку кофе и отправляет вас на работу, деньги зарабатывать, пока вы в декрете, потому что он не может один как-то с этим справиться, то никакая вы ему не женщина. Вы ему просто тупо партнер. Вы ему просто тупо, вы знаете, вот такой же дюд, как и он, который здесь сидит, и просто нам нужно вместе сосуществовать. Все, давай, ты сюда, я сюда. Все, понимаете? Вот эта история нещебродская. У кого такие мужья? Поставьте, пожалуйста, плюсы. У кого такие отношения с мужчинами, где он просто с вами все делит? Вы чувствуете, что он вас воспринимает как себе подобного? У кого есть такое? Просто он абьюзер-то и все. Ну, конечно, Оля, да. Конечно, они все, блядь, абьюзеры. Как не абьюзер, так и нарцисс. Почему-то, ну, когда женщина начинает, просто прослушала три лекции про базовые потребности, это первые три урока, начинает ему их вкусно закрывать и говорит, боже, какой у меня золотой муж. Я пришла на курс, чтобы уйти в дистанцию, дать ему просраться. Скотыняки такой. А оказалось, что у меня золотой муж и просраться нужно было бы мне. Спасибо, что промыли мозги. Понимаете? Мужчина, еще раз говорю, что мне нравится в мужчинах, они очень быстро и круто откликаются на правильное поведение женщин. Ему очень мало надо. Вы начинаете делать правильные вещи. Он хоп и перестроился. И мне девочки говорят, а что так можно было? Сколько девочек говорили, я не верила, что за 45 дней можно вылезти из жопы отношений.